Иисус Иисус – все в мире для меня. Книга Экклесиаста, 5 глава, с 9 по 19 стих. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это – суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер, а он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог. Потому что это его доля. И если к какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его. Поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Размышления, часть первая. Деньги как идол. Книга Экклесиаста, пятая глава, с девятого по четырнадцатый стих. Можете ли вы честно от всего сердца сказать, что деньги не идол для вас? Обычный идол – это не что-то плохое. Часто идолами становятся хорошие вещи, которые соперничают с Богом за первое место в нашей жизни. Идолом становится то, что мы любим больше, чем Бога. Проповедник говорит, насколько пуста и тщетна жизнь, когда деньги и богатство становятся главной ценностью и радостью. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы того. Книга Экклесиаста, пятая девять. Трудящийся, который находит удовлетворение в Боге, а не в богатстве, мирно спит, а у богатого нет покоя, потому что он беспокоится о своем имении. Книга Экклесиаста, пятая девять. Мы приходим в этот мир с пустыми руками, и когда покинем его, ничего не сможем взять с собой, кроме того, что вложили в Божье Царство. Помолитесь сегодня, чтобы Бог показал вам ваших идолов и помог осознать, что главное богатство в жизни – это Христос. Размышления, часть вторая. Трудился на ветер. Книга Экклесиаста, пятая глава, с пятнадцатого по девятнадцатый стих. Представьте себе, что гонитесь за ветром и пытаетесь его поймать. Какое тщетное и бесполезное занятие! Именно такой образ дает нам здесь проповедник. Он говорит, что человек в этом мире приходит и уходит, и если он трудится только для себя, то трудится на ветер. Стих пятнадцатый. В результате люди часто очень несчастные. У них много забот и разочарований. Кроме того, из-за переработки и переутомления они даже могут заболеть. Иногда их планы рушатся, и тогда они расстраиваются и начинают гневаться. Несомненно, Бог дает нам разные вещи, чтобы мы могли радоваться в жизни. Но самый великий его дар – это Христос. Если мы действительно довольны жизнью во Христе, то мирские тревоги не смогут нас поколебать. Довольны ли вы своей жизнью? Попросите у Бога благодати, чтобы в любых обстоятельствах быть довольными во Христе. Молитва. Бог Отец, пожалуйста, покажи идол в моего сердце и заполни пустоту в нем своим Святым Духом. Пусть Христос будет моим сокровищем и радостью на всю оставшуюся жизнь, здесь и в вечности. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...